В ССУ, я сказал, 2 мая будет последний сильный дождь. Погода сухая. Танки и артиллерия уже могут кататься, правильно? Да. Ветер сушит почву. К 9 мая, может быть, украинцы не захотят подчеркнуть а-ля деноцификация, да, там, фашистский режим и все остальное, да? И поэтому, может быть, 9 мая не дадут передохнуть. Ну, до 15-го наступления будет просто вот 100%. Вокруг нас сейчас находится 70 батальонов ВСУ. Это 35 приблизительно тысяч человек, потому что у них батальоны более крупного состава по натовскому образцу. Колокол уже гремит. Этот колокол называется набат. Мы бьем в набат. Нам нужны боеприпасы, и нам нужно прекратить обманывать население Российской Федерации и рассказывать, что у нас все в порядке. У меня вот флешка, вот просто каждый день пачкаем тысячи, тысячи, тысячи тел, которые мы вытаскиваем, кладем в гробы и отправляем по домам. Вместо того, чтобы они были жилы, здоровы и воевали. И поэтому вот это самое письмо у меня к министру обороны, да, Сергей Кожигетович Шойгу, в котором я пишу сокращенно, информирую вас о том, что ЧВК Вагнер ведет штурм населенного пункта Бахмут, испытывает серьезные проблемы с боеприпасами, так называемый снарядный голос, голод. Поставка основных видов артиллерийских боеприпасов составляет не более 20-25% от существующих потребностей. Про нормы мы уже вообще не говорим. Это потребность. Это тот потребность, который мы по-человечески просим, потому что нам реально нужно, да. В связи с дефицитом боеприпасов ЧВК Вагнер несет серьезные санитарные потери, не будем говорить цифр. Например, интенсивность наступления значительно снижается, а сроки наступления увеличиваются. Мы приходим к тому, что ЧВК Вагнер заканчивается. И ЧВК Вагнер через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю. Ничего страшного. Так бывает. Ну, а вам не кажется, что это громкое заявление сейчас всех деморализует? А я сейчас его еще раз сделаю попозже, если ты позволишь. Сейчас пробую припасы, а потом еще раз про ЧВК Вагнер. Нам нужно 80 тысяч снарядов в день. Мы просим 4 тысячи. В 20 раз меньше. В 20 раз меньше. Реально мы сейчас получаем от необходимого количества боеприпасов, которые нужно затратить для выполнения задачи на день, мы получаем 10-15% основных видов боеприпасов. Потери растут в разы. А матерям, женам и детям надо объяснять, почему он погиб. И за это кто-то ответственность должен взять. Врать надо прекращать, пропаганды надо уменьшать, и надо готовиться к ответному удару. А рассказ о том, что у нас все в порядке, надо завязывать. Когда грязный, немытый, небритый, непожравший солдат без боеприпасов, без беспилотников, без артиллерии, без танков, без ничего сидит в окопе и ждет противника, без гранатометов, пулеметов, всего остального, то наверху все хорошо знают, как мы наступаем. На карте рисуются плюс-минус красные линии вперед-назад, а что на самом деле происходит, вообще никто не понимает. Мы 24 февраля 22 года начали эту красивую спецоперацию. Потоптались месяц на месте, после этого застопрились, после этого получили на многих направлениях жестких пиздюлей, и что мы увидели? Армия, которая кое-как скрипит, управления нет, обучения нет, вооружение хрен поймешь, бардак везде полный, дисциплины нету никакой. Про Дебальцева всех тупо наебали. Не была там окружена украинская армия. Это все чушь. И все, что произошло, просто у Порошенко очко жемануло, он обосрался и убежал. И поэтому они вышли с Дебальцева организованными колоннами. И если бы они сопротивлялись Дебальцеву, неизвестно, что бы произошло.